Слава Павла, в Колоссяном, 3 глава, 4 памятный стих. Говорит о совлечении ветхого человека и обновлении в нового. Это все в каждом человеке. Чем близко Слово Божие нам по отношению к другим книгам, что я делаю с участником того, что читаю. Любую книгу читаешь ты, прочитаю «Война и мир» было. Прочитаю по 10 томов «Красного колеса». Интересно, исторические данные, моя Родина была. Я никак там не могу участвовать. Ну, при большом воображении я бы стал за белых, за красных, или представился я министром, но это просто игра воображения. Здесь конкретно ветхий человек на тебе висит, воняет каждый день. Все как положено, не умер. Своё ищет побольше, послаще поспать. Ветхий человек требует заступиться за себя, за оскорбление дать, ответить, отплатить той же монетой. И вдруг новая эра. И все направлено к тому, чтобы преобразить человека. Как говорят святые отцы, обожить. Человеком стал истинным, с большой буквы, Христос, Бог, с неба сошедший, Сын Божий. Чтобы каждого человека обожить, придать ему божественное качество, одеть в нового человека. Сегодня много разных наук, и социологии, и психологии. Всё, что вокруг души вращается, говорят, гуманитарные науки, постижение личности, личностное качество, совместимость характеров, долго готовят перед тем, как вместе их посадить под одну крышу, допустим, в космический корабль. Это не просто кандидатура пала на кого, на одного главного там могут выбирать, а остальные, чтобы была у них психологическая совместимость. И возвращается их, как всё полетело перед тормашками. С первого же дня оказалось, что он любит вот так-то, а этот любит такой-то запах. Эту женщину взяли, а ей вдруг потребовалось жареным, чтобы пахло. Ну, кто же там сделает-то? Кто-то вообразил это, если ветхий человек заявляет о себе очень активное право, а маленький ребёнок, понимаете, тянется, нервничает, бьёт по руке родителей. Чего он ищет? Ветхий человек, дух противления, он Богу противился. Вот этой-то науки нет нигде. А если этой науки нет, они вообще не начинали изучать человека, они вообще ничего не понимают, эти люди неверующие. Но даже если я всё узнал, какой человек, как зарождается, как в прелоге, как святые понимают мысль, приходит сначала воображение, мысль, действия, пощупать, понюхать, и все пять органов чувств притягивает к себе приятное. Ну, а дальше? Ну, тупиковая ситуация везде. Она имеет развитие, конструктивную программу в человеке тогда, когда отрицает и совершает. Это плохо, но нельзя сказать плохо, и не иметь ничего впереди лучшего. Плохо тогда, когда я знаю, что есть что-то лучшее, с чем-то сравнивать. И к этому лучшему я стремлюсь. Ну, смотрят, мало пшеницы собирают. С 14 центнеров считается урожай хороший. А если уже 20 по кругу прошло, это вообще на него с удивлением смотрят. 20! А в Чехословакии это нормальный урожай, 47 центнеров с гектара. 47! Во Франции более 60 собирают. А у Исаака, сына Аврамова, ведь там другой был урожай, написано «стократный». Я спрашиваю агрономов, это возможно? На опытном участке, когда на одном стебе растет несколько колосков, теоретически. Он все-все оговорки, а в конце концов и нет ничего. Так вот, чтобы обновиться у нового человека, так плодоносить, любить то, что небесное, что нам еще не принадлежит, это невозможно. Это фантазия. А апостол Павел призывает людей, которые пришли из изышества, не знающие ничего, кроме того, что перечисляют, грубость, ругань, сквернословие. Да ведь одно слово сквернословие ты не разъяснишь. Что такое сквернословие? Скверно, неприятно. А у каждого народа свое понятие. Ты спроси немца, как ругаются. Емель Донерветтер, прости Господи, что я говорю, но вы все равно не понимаете многие, что разразить тебя вроде гром да молния, это у них очень сильное ругательство. А у нас даже и нужды нет, так скажи, и внимания не обратят просто. У этих разговаривающих, я говорю, а как у казахов, шапсков там по переводу, то немец ругается, а как баранья голова. А у нас скажи баранья голова. Ну и еще. А вот у русских именно матерна, нигде осквернение матери. Я долго думал, а за чего? Может из-за того, что русская мать породила такого изверга, который поверг всю Россию, поломал храм, и может из-за этого. Показывает в фильмах, русский сругался, он даже не дает. А грузин услышал, он разворачивается со всей силы, и сказал, ты, мою мать, я тебя расстреляю и убью. А у нас смысла-то никакого нет. Но все это сквернословие. А одно ты разбери слово, и уже поймешь. Не могу. А злился, выскочило. То есть оно где-то таилось все, но в человеке этого ничего нет. Оно мгновенно все освобождается, перерождается. Ну, вы слышали свидетельство человека, который стал потом монахом. Я, говорит, предложение не мог сказать без матерщины. А когда обратился, его встретил однажды, бывший его же комсомольский работник, ну, я понимаю, люди могут уверовать или так. А насчет языка матерился. Я, говорит, сразу остановился и подумал, четыре месяца и верующий. И ни разу не сругался. Все перебрал. А я не ругаюсь. А как ты отвык? Знаешь, не могу ответить. А как это со мной так случилось? Правда. Я даже и не думал. Это новый человек совершенно. Имя, физиономия, все то же самое, но он другой. Внутренняя душа, мытая кровью Христа, делается сродницей ему. И вот к этому Павел призывает. Обновиться в нового человека. Об этом надо все время просить. А не так. У меня характер такой. И все время давит на какой характер? Веской природы. Привыкли повторять. У каждого душа по природе христианка. Тортулиан сказал. Ну ты узнай, какая душа. Душа по природе язычница. Скотоподобная. Вот кто такая она, душа-то. Она по природе христианка, по райской природе, в раю. И тогда, когда она обновляется в познании Христа, и вот этого познания нужно искать. Я однажды поинтересовался, сколько существует специальностей, которые преподают. Но в одном университете бывают до 20 и более разных специальностей. Я не знаю, где мы ведем занятия, там, наверное, более 50. Новое название не выговоришь. Но искусственно придумают. Вот как сейчас теологические, религии, обечественских. Никогда не было. Оказывается, более тысячи, намного больше сейчас. Разных специальностей. А где есть познание Бога? Наука такая. В семинарии? Нету. В академии? Нет. Они вообще Бога не знают. И сихасты. Мне звонят прямо с академии. Как вы относитесь к чтению молитвы-то? Положительно отношусь. Не больше трех раз. Ну, а сила утром, с просонок еще я 10 раз повторяю. Да ты посмотри, сколько у меня на это время уходит, чтобы 10 раз сказать, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я мечусь и вчерашнее, смотрю в будущее. От чего меня избавить надо? А что тараторить и на одном дыхании 40 раз сказать, это насмешка. По-другому нельзя сказать. В первой книге Библии, Бытие, 2 глава, 9 стих, уже говорится о каком-то познании и об этом дереве. И оно вожделенно и увидело, что дает знания. Вот это дерево выросло очень кустистое, широкое по всей земле. Как говорит Варух, сыновья Агари, искали земного знания, а пути мудрости не познали. Земного знания ищут везде. Кто у нас учится, получает специальность, и ведь речь идет о чреве, побуждает, к тому рот. Даже не одеться, а рот. Язык. Поесть охота. И поэтому 5 лет буду учиться, чтобы к хорошему куску прислониться. Смысл-то очень легко понять. А познание Бога, такое как есть, тебе где преподадут? Вот здесь тебе дадут. Почему? А у нас Библия лежит. На Библии в православном понимании. Салмопевец Давид 9,17 говорит так. Познан был Господь, по суду который совершил. Я сказал, есть Бог. Считал воспоминания одного узника в ГУЛАГе. Как в деревне все громили, прятались. И я, говорит, бежал. А потом вернулся домой, свет не зажигали. Комсомольцы в окна заглядывают. И мы сели под подоконником, чтобы нас не видно было-то. И я приехал мальчишку с собой забрать. Братишку своего забрать. Голод, в деревне голод. В город привез, и не знаю, куда его деть. Гляжу, сидят у котлов бродяги, бомжи, жулики. Гуляют. Я подошел, братва. Возьмите моего брата. Научите его воровать. Но он стал все-таки человеком как будто. Его предал. Узнал, что он из зажиточной семьи. Его предал. Начальник. В армии уже был. И когда я в армии сидел, говорят, и сказали, что был суд по тройке, и командира дивизии нашего и полка расстреляли. Я, говорят, впервые широко перекрестился и сказал, есть Бог. Долго терпит, да крепко бьет. Я это отношу к этому слову. Хотя я вступление взял вам большое, но вы всегда научитесь находить. Когда вот такая казнь совершается, крушение кто-то, есть Бог. Познан был Бог по суду, который совершил. Посмотри. А ведь мы читаем только истории Мидийской, Сирийской, Римской государством, империи падали. А ведь у них у всех были защитники, приспешники. Ну, это все история, одно слово. Но на наших глазах совершилось крушение одной из величайших держав мира, Советского Союза. Посмотрите, в каких конвульсиях сегодня находятся приверженцы той системы. Они идут на все тяжкое сегодня. Либо мы бы им молодежь учат, чтобы из них готовят кадры, боевиков убивать и прочее. Познан был Господь по суду, еще будет познан. Чем это все кончится? Даже ничего бы не было известно, одно только что, это от Бога. Вот считаешь, кто царя расстреливал. Все они попали под репрессии. Так их не... Это же лучшие люди были. Это спаспешники главы государства. Все пошли под нож. И вся Ленинская гвардия пошла под нож. 37-й год, славный год. Чудный год. Это год возмездия. Познан был Господь. Они все пошли под нож. Они пошли под валу Лубянки в гулаг. Познан был Бог. Посмотрите по-другому. Вот один этот стих, только посмотрите. Соломопевец Давид говорит, притча Соломона 1.5. Послушавшие, Слово Божие, познает мудрость, прямо обращает нас к Библии. Соломон знал, откуда брать, конечно. Ни о каком Новом Завете речи тогда не было. Притча 2 глава 5 стих. Если ты будешь иметь желание изучать Слово Божие, познаешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Притом ежедневно. Всюду и везде. Что ты только не посмотрел, познавай. Это от Бога. Хорошее, плохое. И что плохое, в свое время будет признано нужным и хорошим. Притча 9.10. Научающий мудрости, страху Господню. В познании святого, в познании Бога. Нигде, ни в одном месте в познании чего-то не приглашается человек. А в познании Бога, где? Опять же, через Слово. В познании Бога Слово. Вот говорят о Никоне. Он был большой канонист. Вот в каноны врезались, вот в канон сказал, кто-то сказал. Никон был канонист. Но я нигде про Никона не прочитал, хотя у меня книга тысячи с лишним страниц. Автор такой. Редкая книга очень. Нигде нет, что он отлично знал Слово Божие. Он на нее даже не ссылается, никакой роли. Он не познан был Бог. Иначе бы этого расколота не было. Сегодня все понимают, что разделение, разделение, расколота, старобрячество, вина была целиком на одном Никоне. Она ничего не дала. Во-первых, расколола русскую нацию, хлынул запад сюда. Все это, что пришло, и провалилась Россия в это масонское окно, прорубленное Петром. Сегодня уже все понимают, даже чуть-чуть соображающее. Экклесиаз 1.10 предупреждает, кто умножает познание, умножает скорбь. Какое познание? Исследования. Другие. Потому что область соприкосновения с неизвестным, как круг, увеличивается, и ты каждый раз осознаешь, что знаю мало. А мы-то не знаем ничего, так и кажется, что мы что-то знаем. А люди, которые начали что-то исследовать, они понимают, за этим что-то есть. Вот мы смотрим электричество. Кто думает о том, что там с какой-то скоростью туда движется, нагревает? А это первый, кто увидел, как в магнитном поле поворачивается рамка металлическая, Майкл, Фарадей. Он не понял, из-за чего, и думает, и наконец сошел с ума. И вот с этой пружинкой в кармане ходил до самой смерти и не понимал. Познание увеличило скорбь до умоповешательства. Но на этом построилось потом другое. Мы не должны ну так входить в эти исследования, где голова уже ломается. Я хочу знать Господа из себя, больше меня ничего не интересует. А в этом все остальное. Познание и божественной мудрости. Пророк Осия 4.1 Слушайте Слово Господне. Суд у Бога с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни смиренно мудрее, ни богопознания. Претензии Божьи к людям. Какие? Нет истины. Нигде. А если есть истина, половинчатая, четвертинка там от нее, или кромка какая-то, недоговаривают, и нет богопознания. Оказывается, из-за этого Бог будет судить. А почему ты Бога не познал? Все узнал, изучал. Да у нас не преподавали. Варвара, великомученца, девчонка сидела, и смотря на звезды, она пришла к убеждению, что эти мертвые идолы, эти статуэтки, ничего не могли сделать. Она их выбросила в окно, их сам кто-то сделал. Девчонка умом, через смотрение на небо, она узнала это. Времен Парижской коммуны, когда похвалялись, что мы скроем Бога, один только крестьянин сказал, ну надеемся, что небо вы не закроете, небо, а кто ж его закроет? А по звездам мы все равно путь к Богу найдем. Богопознание, боговедение надо искать и просить этого, Бога познать. А Бог, имя его какое? Бог-любовь, Бог-страх, Бог-дивный. Пророк Аввакум 2.14, ибо земля наполнилась с познанием славы Господней. Отношу это к знающим Писания и к вечности. 2 Петра 1.2 Благословение вам и мир да умножатся. Всегда священник выходит, дает крестное знамение, благословение. А в чем? Наклонили голову, мы все знаем, как делать. Вот стоим, как мимо, где-то в театре, если ничего не соображаем, то он выйдет, дверь откроет, рукой на нас проведет, махнется, в воздухе начертит крестное знамение, мы поклонимся. А дальше-то запятая стоит. Какое? Благословение, мир да умножится в познании Бога и Господа Иисуса Христа. Вот священнику-то это надо разъяснить сначала. Я вас благословляю, чтобы вы Бога больше знали, не друг за другом подсматривали, а дивно его милость познавали. За каждым крестным знаменем благословение на познание Бога, оказывается, стоит. Второе Петра. Петр-то рыбак был. Слово «познайте Господа» пять раз встречается у него. Ни у одного столько нет. Он был как бы переосеян светом познания Бога, еще тем светом на фаворе, и он только и думал, как бы людям дать это познание Бога. Я видел его. Я ощущал его. Я слышал. Второе Петра 1-3 «Как от божественной славы его даровано нам все». Ну, где славу? Он видел там белилетный свет его. И дает что нам? Для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу свою. Через познание Христа мы только этой славы можем добиться. А познание славы в том, что его любовь, его милость к падшему творению. Кто мы такие? Микробы, молекулы, того меньше. И с неба сходит второе лицо Троицы. Воплотился, страдает за нас, умирает, проливает кровь. Познание славы. Вот об этом надо говорить. По телефону в другой раз звонишь. Сколько времени? Не могу минут 20 дозвониться. Может, сейчас обрежется маленько. Повременное будет. Поинтересуй, с кем разговаривал. Может, людей даже это трогать. Что он в неличную жизнь вмешает? Да не личная жизнь. А это ветхий человек. Да я так разговаривала с дочкой. А о чем? Ты о Боге рассказывала, нет? Ну, что же можно рассказывать? Да дочь, ты живая-живая. Ты Бога не познала еще. Все разговоры. До свидания. Мне некогда. Я пошла за Христом. Все закончилось. Что вы говорили-то? Вспомните, что говорили-то. А это наговорили-то уже не ведра кубометры. И нигде ничего нет. И никто к Богу не подвинулся. 2 Петра 1.8 Это все в вас, если есть добрые дела и прочим, то не останетесь без плода. Какого плода? Познание Господа нашего Иисуса Христа. И не за всем стоит награда, плод за послушание Бога, познание Господа. И опять Петр 2. 3 глава 20 стих. Если избегнув скверн мира через познание Господа Иисуса Христа, опять запутаются в них и далее говорят, что ожидает. Потеряли познание Господа Иисуса Христа. Кремлинам 15.14 Вы исполнены, Павел говорит, всякого познания о спасении. И можете наставлять друг друга. Ну, речь-то идет не о священниках, конечно, о мирянах. Но откуда взяли это, что тебе достаточно наисповать. Ты ходишь, ходишь, причащаешься, ну и вот и достаточно. Живи только нормально, жертвуй, милостыню и прочее. Главное, милостыню, чтобы умели подавать. А больше, мы ведь нигде мы не считаем, ни в житиях, ничего нет. Ну, другое, что вы можете наставлять друг друга. Это послание-то было, но до сегодняшнего дня-то. Ну, почему это нигде не было в познании любви Божией? Сектанты по этому месту только ударили по одной струне и все повалилось у православных. Встречается с сектанткой «Они знают лучше». Ну, не случайно же это, что Милош Кратахмил, описывая состояние чешского народа через 70 лет, после того, как казнили Яна Гуса, и он сделал вывод, что католический кардинал, проезжавший, сделал запись, что средняя чешская женщина, кухарка, знает Библию лучше, чем средний итальянский священник. Приговор вынес сам себе католический кардинал. 1 Коринфян 1.5 В нем, во Христе, вы обогатились всяким словом Каким словом? Все, слова взяли, дали, стали изучать слова? Нет. Словом Божиим, куда его как применить? И всяким познанием. 1 Коринфян 13.2 Павел говорит, если я имею все познание, а любви не имею, то я не чту. Это касается и Библии. Библию, знаешь, все время я ее применяю. А так ли я поступаю? А как изменила меня она на сегодняшний день? 2 Коринфян 2.14 И Бог благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, нами, всеми вместе, познания не держать себе, а нести для других. 2 Коринфян 4.6 Он просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Если ты знать будешь Христа как любовь, как милосердие, долготерпение, говорить о Его скором пришествии, ты уже познал. На это все из Евангелия узнается. И второе послание Коринфянам 10.5 Ну что-то не запомните, а вот один хотя бы стих запомните. Павел говорит, и мы пленяем всякое превозношение, восстающее против познания Божия и всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Кто бы что не знал, какой сектант, еретик, неверующий, все мы пленяем в послушании Иисусу Христу, познанием Священного Писания и Библии. Если этого нет, то ничего нет. Напрасно мы болеем. Вот у меня один человек сейчас знакомый в бомисте лежит, каждый день заказывает новые книги. Идет работа. Кто кого лечит, еще не поймешь. Книги-то отошли, на следующий день звонит, еще присылай. Оптимизм должен быть. Мы на пустынном пространстве работать должны. Филиппийцам один-две детям. Чтобы мы возрастали в познании и в всяком чувстве, в чувстве к какому? Сострадания, милосердия. К Филиппийцам 3.8. Да и все, Павел говорит, посчитай за ссор. Считаю. Ради познания Христа Иисуса. Вот ради этого стоит. А чего отказался? Сегодня, конечно, учится и не отказывается. А раньше так было. Вызывали, допрашивали, или, или. Прямо вопрос стоял. 1 Тимофея 2.14. Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я знаю истину или нет? Сам себе скажи. Задай этот вопрос. Я ее знаю. А откуда знаешь? Второй вопрос. И Священное Писание. Другие не знают. Могу ли я молчать? Могу ли не пойти? Постоянно звоните. Я в прошлый раз вам говорил. Кто жертвовал какие-то деньги, давал на издание книг, на эту сумму берите деньги. Работайте. Книги очень сильно работают. Люди внимательны к тому, что даешь. Он даже одну строчку прочитает на него, и это подействует. 2 Тимофея 3.7. Есть люди, которые всегда учатся и не могут дойти до познания истины. Скажем на это, да не будет этого с нами. Филимону 1.6. Познание всякого у вас добра во Христе Иисусе. И к Евреям 11.26. Если мы, получивши познание истины, произвольны, грешим, а нам Бог это открыл, то не остается жертва за грех и причастие не поможет. Но останется только одно вера в то, что грядет в страшный суд и возмездие в огне вечном. И этого да не будет с нами. Поэтому наставление Павла, чтобы мы преображались в познании создавшего нас, остается в силе и утром, и вечером, и в ночи. Аминь.